Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июня. Я вот не собиралась в такую жару заходить в теплицу, но, прочитав комментарии Натальи Осуль, решила зайти и показать вам ваучию, чтобы отвечать неголословно. Вот она спросила, если цветочная кисть заканчивается листиком, нужно ли его удалять? Я вот сейчас вам покажу. Бывает вот кисточка. Вот формируется томат, первый сформировался, дальше, а потом хоп, и продолжается листик. Такое очень часто бывает. Цветочная кисть может израстать не только листиком, но и пасынком. Есть вот такое в книжках, может быть, читали выражение. Цветочная кисть израстает пасынком. Вот и пасынком тоже, видите? Вот вроде нормальная цветочная кисть. Ой, где ее начало-то? Ой, помидорку закатала. Вот идет цветочная кисть, идет, идет. А дальше начался пасынок и продолжается пасынком. Тут без всяких раздумий, без сожалений, все это нужно удалять. Нужно удалять, естественно, она будет мешать. Это считается патологией. И еще Наталья спрашивает, что у нее многие вот эти сорта сибирского сада, и они вот так вот заканчиваются, кто листиком. Ну, про пасынок она не писала, про листики. Что, возможно, это как характеристика сибирских сортов. Нет, это не характеристика сибирских сортов. Это все сорта могут давать такое чудо, что вроде цветночная кисть, а потом помидор начинает продолжать расти. Он может дать пасынок, пасынок может висеть вот такой огромный, 10-сантиметровый. Просто нужно все удалять. Я во время пасынкования, не задумываясь, все лишнее отщипываю. Если это цветочная кисть, значит это должны быть только цветы. Все, до свидания.